Неверие Неверие вот было, во всем было неверие. Вот тут меня просто прибило. Мы вообще за него решили. В ее поликлинике врачи отказались делать аборты. Она начала вести счет с женщинам, которые на перекор диагностики родили здоровых детей. Знакомьтесь, Елена Гандарова, автор почти 30 научных статей, начальник, жена, мать и бабушка. А вы с теми тоже? Она не была. Кушать и как? В седьмой поликлинике Хабаровска идет прием. Екатерина пришла сюда уже с четвертым мальчиком. Сейчас у нее есть и дом, и средства к существованию. Не так было, когда забеременела первым. Когда я с первым забеременела, мне говорили, ой, куда, молодая, ну как, 21 год, 22, куда, ни квартиры, ничего нету. Я говорю, ну, как можно сделать аборт? Не пожалели? Нет. Изначально была помощь от бабушки, а дальше уже бабушка даже с двойной не помогает. Вдвоем сидим с отцом, нянчимся нормально и зарабатываем. И на жизнь хватает, и на ипотеку хватает. И надеюсь, что скоро закроем ипотеку. И уже еще на середине пойдем. Когорка крайне отрицательна. А почему? Ну ведь это жизнь, джиннодерчика, которая, собственно, она зародилась, как я могу ее отнять, но можно. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо и уверенно все будет с таким настроем. И чтобы у вас еще были дети, обязательно. Вот такой умницы. Спасибо. Это вам спасибо. Елена Гандарова на работе улыбается. В ее поликлинике теперь не убивают детей. Четыре года назад коллектив медицинского учреждения обратился к заведующей с просьбой перестать делать аборты. Ради этого врачи даже отказались от дополнительной прибыли. Мне как руководитель, я, конечно, по платным услугам. Это статья дохода. И очень хорошо наполняемость бюджета платного. Это очень хорошая статья дохода. И снимки сделаны, и видео записаны. Как младенец, очень маленький младенец, на том сроке, на котором еще производятся аборты, до 12 недель. Как он уклоняется от кириотки, которая его должна расчленить на части. И потом специальным инструментом его должны вытащить. И именно врачи-акушерогинекологи, они видят части плода, которые они изымают. Головку, ребра, ручки, ножки. Конечно, в разном сроке это разные размеры частей плода, но тем не менее они те же, что у человека. Мы своими действиями разрушаем этого плода, вынимаем его по частям. Поэтому врачи, именно врачи-акушерогинекологи, хорошо понимают, с чем они имеют дело. Я просто обрадовалась, что есть такая возможность, что не делать аборты. Мы учились с мужем в одной группе. И в студенчестве у нас была, конечно, гинекология, акушерство и гинекология. И на гинекологии мы, естественно, стояли тоже на абортах. То есть присутствовали. Ну, во-первых, мне было всегда плохо, потому что это варварское. И я не могла смотреть в это месиво, которое выходило, а муж мне говорил, там, представляешь, и ручки, и ножки. И вот это был ужас. Вот просто, ну, просто мы, как еще дети, можно сказать, были, ну, всем рядом наши студенты. Мы все выходили оттуда молча, молча, молча. И все думали о своем. А думали о том, что это был бы человек. А вообще, вы знаете, у меня ассоциация, абортари был, пятая была больница, 12-я. И вот мы там студентами были. Четвертый курс. Ну, знаете, у меня ассоциация живодерни. Во-первых, все врачи вот в этих вот халатах, дермантиновых, фартуках, все это, перчатки, все это, женщины на креслах в ряд лежат, и крики, и стоны. И это был ужас. И в тазиках вот это вот все. Женщины старались облегчить боль, а вот муки ребенка никого не заботили. Ни на маленьких, ни на больших сроках. Сроки – это вообще ужас, это вообще безобразие. Ну, сейчас у нас все-таки установлены и 500-граммовых деток. Совсем другое. Это раньше их в таз кидали. Ну, вякали. Вякали. Ну, на первых абортах мы сознание теряли от этого вида. Елена вышла замуж в то время, когда к абортам относились проще. Это потом врачи увидели с помощью УЗИ, как ребенок всячески уклоняется от инструмента, который должен его разорвать. Первая беременность наступила на пятом курсе института. И ей, и мужу нужно было сдавать экзамены. Как же так? Учиться тяжело, учились хорошо. Я с дипломом с красным, муж тоже вот потом дальше в ординатуру пошел. Думаю, как же, как же потом? А мне вот тоже мама сказала, будет день, будет пища. И оно само пришло. Сначала одна бабушка помогала, потом другая. Тоже отдельно, у нас отдельный квартир. И не ходили в АКД. Квартир не было. 11 лет тоже жила в семье у мужа. Вот. Потом постепенно. Второго тоже получилось, без квартиры. И тоже сидели и думали, а как дальше тут вот к родителям придем. А мысли не было? Нет, 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 не было мысли. Нет, конечно. И старшее солнышко, и маленькое солнышко. Такие хорошие. Такие родные. У Елены Гандуровой двое детей и двое внуков. Младшего в семье ждали 10 лет. Переживали и надеялись. Врач разговаривала с сыном и о возможных духовных причинах задержки. Я ему говорила за твои грехи. Подумай. Подумайте. В чем? В чем вы? Это не просто так. Это вам испытание дается. Имя маленькому Всеволоду дал брат Андрей. Казалось, он больше всего мечтал о выполнении в семье. Сначала сестру, потом брата, а потом я уже захотел кого. Лишь бы поедет. И он его загадал на Новый год. Загадывал на дни рождения, на праздники, на запускание фонариков. На какие-то эти. Тут говорит, все, у меня последняя надежда на Новый год. У него в классе, у Деда Мороза загадывал. Все смеялись. Кто-то себе оценки загадывал хорошие. Кто-то айфон, кто-то еще что-то. А мне все присылают. А твой загадал братика. Вот у нас получился. Дед Мороз подарил, можно сказать. Мне, конечно, тоже уже матерь просила. В Москве в Зачайтирскую храм ходила, на Зачайтирском переулке. Там икона Богоматери, которая помогает, тоже просила. Верующим человеком Елена была далеко не всегда. К Богу ее, можно сказать, привела сестра-филолог, которая увлеклась древнерусской литературой. Она давала почитать то или иную книгу, то классическую, то духовного содержания. Вообще медикам, зная сознанием анатомии, трудно как-то вот это вот все воспринимать. Отталкивала. Вот сестра мне рассказывала. Ты знаешь, вот на этой иконе изображено или там на какой-то картине с эпохи Возрождения какой-то сюжет. Да, и вот она мне рассказывает, а я ей говорю, не верю. Да почему это там? Да я не верю, что слеза, что там, значит, мироточит, да, иконы. А потом, когда я почитала о Война-Ясенецком, вот тут меня просто прибило. Потом я его судьбу прочитала. И с мужем мы обсуждали. Он говорит, а ты знаешь, его монографии, они и сейчас актуальны. И даже вот сейчас актуальны, да, по гнойной хирургии в том числе. Вот я говорю, так ты представляешь, великий, да, ученый, хирург, практик, какая у него судьба была, и он истинно, значит, верующий человек. Когда Елена решилась пойти на первую исповедь, она уже была большим начальником, главным врачом Хавровской больницы имени Истомина. Медленно я стеснялась молиться. Даже такой был период, да. Я очень-очень трудно готовилась к первой исповеди. У меня гордыня, как я сегодня это могу о себе говорить, а мне где-то было стыдно, где-то было, ну как это так, я же не Господу говорю, а батюшке говорю, это человек. Очень сложно, я прям, у меня даже с батюшкой сначала мама моя поговорила. Каково было человеку в большой должности идти на исповедь? Может, Елена выбрала священника, который ее не знал? Нет, который знает, в том-то мне было и стыдно там о своих грехах говорить, понимаете? Вот это очень сложно было. Готовилась, понимала. Сначала вот все 10 заповедей прочитала, потом книжку мне сестра дала, как готовиться к исповеди. И потом она мне убедила, что все грешные. И когда ты, Лена, об этом исповедуешься, тебе станет легче. Я когда исповедовалась, я просто, вы знаете, у меня не было истерики, но очень сильно плакала почему-то. Я не хотела, но так вот было. Облегчение было? Очень. Я была, я думала, что вот у меня праздник какой-то, вот душа пела. Я была счастливая. Я у мамы ночую, ночую такая задумчивая. Мама говорит, ну ты что? Она говорит, а я вот думаю, какая судьба служится у нашего Сева. Меня ведь уже не будет в 18-20. Говорю, ну почему-то. Она говорит, ну я просто реально. Мама говорит, ну ты все равно же будешь знать. Папа что же, говорю, знает. Ну то есть вот мы с ней уверены, что мы будем помогать потом. А там. Елена продолжила врачебную династию. Мама у нее невролог, муж известный детский тракальный хирург. Сын решил пойти в кардиохирургию. Вы знаете, младший сын, он пошел именно в Акерию учиться на кардиохирургию. А мы мечтали, чтобы он был гинекологом. Он мне тоже сказал, я туда не пойду, потому что я обязан буду делать аборты. И только из-за этого не пошел в акушерство гинекологию. Икона знаменитая, любимейшая нами, сердцу дорогая. И самое главное, мы вот сделали молитву, да, чтобы если женщина приходит, она не просто, а может почитать эту молитву. Икону Богородицы, помощница в родах, поликлинике подарил митрополит Артемий. Этой зимой он насветил медицинское учреждение. Врачи надеются, Пречистая Дева поможет не только желающим родить ребенка, но и удержит тех, кто собирается казнить своих малышей. Мы должны, прежде всего, помочь этой женщине, чтобы она поняла, что это уже рожденная, уже зачатая личность. И поэтому вот в церкви есть даже праздники, мы знаем, да, зачатие Иоанна Претечи. Это о чем говорит? Что в момент зачатия, вот, не то что неделя-две, говорят, там, вот он еще личность, не личность, в момент зачатия рождается бессмертная душа. И она, эта бессмертная душа, уже соединена с этим маленьким, еще только начинающимся, разбивающимся телом. И поэтому, если, конечно, человек делает аборт, он уже не дает возможности войти в этот мир, в душе и развиться. У нас корейцы приезжали, когда южнокорейцы, и они мне сказали, у нас возраст по-другому считается, 9 месяцев это уже жизни идет, и у них возраст не такой, как у нас. Вот я там говорю, мне вот там 48 лет, они говорят, а мы рожденные тогда-то, он говорит, а мне уже 49, потому что у нас 9 месяцев идет за счет жизни. То есть момента зачатия? А от момента зачатия. Это правильно. В седьмой поликлинике не только отговаривают женщин от страшных шагов. В кабинете предабортного консультирования с ними работает психолог, матери могут рассчитывать на помощь социального работника, врачей, юристов. Казнить, намиловать меняют всего 30% женщин. Но и эта победа. Я без жилья, без того, без сего. И вот тоже начинаешь уговаривать, и какие меры поддержки и тому подобное. Потому что теряется неуверенность в завтрашнем дне. Ну разве это может быть причиной лишать жизни другого человека? А как же медицинские показания для абортов? Это право семьи. Даже если медицинские показания ставят, да, он на болезнь. У нас несколько семей прошло. Когда ставят дауна, а женщины настаивают рожать и рожают нормальных детей. Да потому что мы не боги. Везде может быть ошибка. Субъективный метод, да? Ну, понимаете, аппараты измеряют. Ну вот вы знаете, вот почему-то, да? Получается так, что до 13 недель у нас мы сейчас решили вести статистику такую. Потому что и эти женщины, мы просто перед ними преклоняемся. Кто все-таки... По-всякому, да? Ксюша! Седьмая поликлиника особенная. Кроме гинекологического отделения имеются и другие. В том числе и педиатрическая. Это значит, дети, которых вынашивали здесь, родясь, наблюдаются в этом же здании. У меня вообще такая задумка, вот в нашем кабинете предабортном, мы повесили сейчас детей в рамках, с журналов отовсюду. А теперь мы хотим на этих женщин выходить, и где-то, ну, кто даст там нам фотографии в годик, в полтора, вот их туда завешивать. Я считаю, что это вот наши достижения будут. Вот эти лица, тех детей, которых вот мы какую-то причастность сделали, что они, Господь Бог им подарил жизнь. А есть ли у Елены Геннадьевны личная мечта? Или все чаяния семьи исполнились? Мечта, я хочу, чтобы у них еще один ребенок, как минимум, родился девочкой. И хочу, чтобы мой младший сын тоже женился и тоже родил меньше трех, подарил нам внуков. Вот моя мечта. И все в них должно воплотиться. Да, Андрей, хотим же мы. А то у нас Андрей собаку хотел. Я говорю, выбирай. Или брат, или собака. Теперь собаку. Нет, ну, сестренку еще, сынок. Я тебя прям агитирую. Загадай, пожалуйста. Ты вот загадаешь, и будет точно у нас. Увидел. Братика увидел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова